Поговорим на крышах Питера. Сегодня мы с Анной Титовой будем искать возможности для сохранения себя и для создания внутренней опоры в то время, когда внешние опоры пошатнулись. Ань, приветствую тебя, поговорим. Приветствую, поговорим. Скажи, пожалуйста, вот именно твое человеческое отношение к тому, с чего начать сохранять себя? Ну, наверное, меньше получать информации из внешнего мира, которая на самом деле сейчас как никогда агрессивна. И, ну, действительно надо ограничить количество поступающей извне информации. Ну, вот, на мой взгляд, это такая вот очень... Во всяком случае, со мной это хорошо работает. Но ограничить, это не значит совсем исключить. Ну, кажется, ты же не можешь выпустить из мира вообще, да, то есть, как бы отключить все средства связи. Так и не получится в современном мире. То есть, на самом деле, это очень хорошая история, которую я подслушала у своих подруг и, в общем, тоже так иногда делают. Действительно, это называется цифровой детокс. То есть, ну, понятно, что лучше это делать в выходной день, когда ты, в общем, ну, там, не сильно нужен по работе или, в общем, такое. То есть, я просто уезжаю куда-нибудь, например, в загород, на дачу и отключаю телефон. Все, просто отключаешь телефон. Вот в авиарежим. Все, то есть, на тебе я не могу совсем отключить его. Почему? Потому что я читаю книжки в телефоне. То есть, вот, как книжку, его использовать можно. Но лучше взять, чтобы не было соблазна отключить авиарежим и включить, то лучше взять бумажную книжку. Ну, скажи, вот это вот, у нас же все равно уже такая почти наркотическая зависимость. Вот, значит, и вот эта ломка когда прекращается? Она, на самом деле, есть люди, которые не могут этого сделать. То есть, вот, они уже цифровые наркоманы, ну, как бы, очевидно. Потому что, ну, я даже таких знаю. То есть, это вот, они не могут расстаться со своим телефоном больше, чем на 15 минут. Даже мне кажется, на 15 минут невозможно. Вот, ну, вообще в Китае даже есть специальные лагеря для, но, правда, они для детей, которые вот совсем стали зависимы, и их специально вот помещают в такой вот, ну, как бы, лагерь, ну, как по-пионерски лагерь. Чтобы они могли отвыкнуть. Да, ну, потому что это действительно страшно. И, в общем, я все время смеюсь, когда мы начинаем ругать своих детей, что, фа, ты не должен пользоваться гаджетом. При этом сам, да? А сам, да? Ты не должен пользоваться гаджетом. Это очень смешно звучит. Это так же, как человек, который курит сигареты бесперерывно, начинает говорить самому ребенку, что не кури. Это очень вредно. При этом, вот так вот делает. То есть, ну, вот, это действительно непросто. Это действительно, ну, надо с собой работать. Ну, как любая психологическая работа с собой, она подразумевает какое-то усилие воли. И есть, на самом деле, я всегда тоже вот люблю вот это вот. Я занимаюсь саморазвитием. Саморазвитие, вот, на мой взгляд, это самодисциплина. В первую очередь. То есть, если ты, там, ходишь на какие-нибудь курсы, не знаю, по искусству, это образование, но это не саморазвитие. Ну, как бы, тут вот, как что люди вкладывают в это понятие саморазвитие. Саморазвитие, на мой взгляд, это как раз уметь договориться с собой, взять, вот, как бы... И принять решение. В руки, принять решение, исследовать этому решению постепенно. Это очень сложно. Это, на самом деле, наверное, самое сложное, что вообще возможно, это как раз вот развивать самодисциплину. Это и есть саморазвитие, на мой взгляд. Это мое мнение. Ну, оно у тебя близко к правде. Вот смотри, информационный детокс в какой-то мере, ну, или хотя бы фильтровать, да, вот это время... Фильтровать тоже, вот, есть в фильтровании своего... То есть, вот, ну, как говорят, я в Фейсбуке или, там, сейчас Фейсбук уже, так сказать... В соцсети, назовем. Неважно, да. Назовем, что вот в соцсетях я вот, значит, устрою свой маленький мирок, где вот будут люди, которые вот меня раздражают, я их выкину. И это очень большая ловушка. Потому что при современном, так сказать, развитии вот всех этих средств, да, ты сам себя загоняешь в ловушку. Потому что ты получаешь только очень ограниченную информацию. Это то, что сейчас пытаются сделать вот по всему миру, да, что мы вот ограничим этот ресурс, этот ресурс, этот ресурс. И вот останется только этот ресурс, который единственно правильный... Соответственно, никакой агрессивной информации. ...политике партии. Неважно, в какой стране эта партия находится. Да, и какой партии. Да, и какой партии. Это неважно, да. То есть, таким образом действует... Ну, есть очень клевая книжка, к сожалению, не мы ее издали, но это художественная книжка, поэтому тут я могу ее вообще без зазрения совести даже рекламировать. Она называется «Кризис самоопределения». Написал ее прекрасный совершенно английский писатель Бен Элтон. Вот всем прям рекомендую ее прочитать. Там немножко подругое, но там и именно как соцсети влияют на поведение людей. Вот. И это тоже... То есть, вот это надо понимать, что как только ты ограничиваешь себя... Я, с одной стороны, говорю, что надо ограничить количество информации, да, но ее не... То есть, надо, чтобы всегда была альтернативная точка зрения. Даже если она тебе очень не нравится, она тебе противна и невозможна, к ней надо прислушаться. Это как раз та самая часть критического мышления, которое, ну, я надеюсь, все-таки у большинства людей, ну, сохранится, так сказать, в наличии, да, потому что это действительно страшно. В общем, первая, наверное, книга, которую... Она абсолютно актуальна. Она нисколько не устарела. Она написана в начале 20 века. Гюстов Лебон. Психология масс. Прям вот призываю всех прочитать. Мы ее, вот, мне кажется, уже вот на этой неделе сдали в типографию. Она у нас была раньше, потом какой-то был пробел с этой книгой. Ну, вот мы ее сейчас сделаем в модном формате эко-покет. Вот, не знаю, сдали в типографию, но на этой неделе должны были сделать это. То есть, ее можно вот купить. Ее, в принципе, мне кажется, можно везде найти. Много издательства ее издает. Нет, это уже тот автор, который из-за того, что давно умер, его могут все, собственно говоря, там уже нет авторского права, поэтому его все могут издавать. Но, на самом деле, вот именно на этом исследовании еще есть вторая пропаганда, называется она пропаганда Эдвард Бернейс, который, между прочим, двоюродный, то ли племянник, то ли дядя, каждый раз путаю, Дигмунда Фрейда. Вот, называется книга пропаганда. Она, кстати, в нашем издательстве издана. Да, я ее даже читала. На самом деле, на базе вот этих двух исследований все вот эта манипуляция общественным сознанием, она как раз вот и происходит. Для того, чтобы, собственно говоря, не поддаваться этому, там все черным по белому написано, что когда человек один, он индивидуальность и личность, и он действует по определенным законам. А когда толпа, то есть масса, причем толпа, ну, у Либона это считается, что это вот когда на улицу вышло там 100 человек, вот эта толпа, да, но на самом деле эту толпу можно создать и в соцсетях. Конечно. Так называемая виртуальная толпа, да. То есть на самом деле, ну, изменилось, так сказать, в онлайне или в оффлайне, да, но на самом деле правила поведения, они примерно... Ну и в онлайне даже... Все побежали, и я побежала. В онлайне даже опаснее, потому что там гораздо быстрее собирается толпа. Если говорить о том, что еще можно предпринять, какие-то, возможно, психологические практики, какими-то знаниями, которыми не обладает простой человек, да, не будучи психологом, что он может... Уже, мне кажется, последние, не знаю, 20 лет точно, но на Западе точно у нас, наверное, может поменьше, очень много говорят про медитации. Значит, причем это даже уже теперь, если... Ну, мне, во всяком случае, оказалось, что лет 15 назад это была четкая эзотерика со всеми этими аффирмациями и, в общем, медитациями и так далее. То есть это как-то сразу... Либо ты буддистского монаха вспоминаешь, да, с какими-то у них там этой вот... Вот. Но на самом деле, в общем, с развитием всего этого, то есть сейчас уже нейропсихологи в основном говорят о том, что действительно есть определенные практики. Это дыхательные практики, это всякие ментальные практики. Об этом есть просто невероятное количество книг. У нас, кстати, есть хорошее, «Мозг Будды» называется, чудная книжка, там как раз про это все написано, что, условно говоря, как вы к проблеме относитесь, так эта проблема относится к вам. Как красиво. Ну, условно говоря, в общем, это соответствует законам оптики, да, угол падения равен углу отражения. Ну, вот реально, то есть тут как бы такая интересная история, то есть оно вроде как изначально кажется такое что-то мистическое, в общем, что такое эзотерическое, а на самом деле, ну, вот все-таки законы физики, они работают и здесь. То есть, ну, условно говоря, радоваться каждому дню. Ты живой, у тебя есть крашен над головой, есть что есть, близкий с тобой, рядом, что тебе еще надо-то, условно говоря, да, то есть вот эти вот какие-то мысли, мне кажется, они должны, в общем, ну, поддерживать нас. Ну, это вот то самое чувство благодарности, которые мы разучились вообще и испытываете. Абсолютно. Да, да, то есть мы, в общем, ну, во всяком случае мы сейчас, да, вот здесь находящиеся, у нас есть крыша над головой, у нас есть, там, горячая вода, в общем, одежда, еда, и даже, может, какой-то еды мы лишены, но ничего страшного, это тоже хорошо. Конечно. С какой-то стороны. Излишество никому не... Вообще, в принципе, вот, мне вот кажется, что это применимо вообще ко всему абсолютно, должен во всем быть баланс. Вот должен быть баланс в информации. То есть нельзя вот в себя, вот, вот, я просто за собой тут заметила, что я вот куда-то залезла, да, и это же как, это тебя прямо туда затягивает, то есть ты один ресурс открыл, другой ресурс, и все, и тебя засосало, и ты утонул. Вот так вот по уши вышел оттуда, думаешь, господи, а зачем, то есть прошло два часа, зачем я эти два часа вообще потратила на вот это, и что я, самое главное, что я из этого приобрела? Ничего. Кроме тревоги, ужаса, никакого недоумения. Значит, вот, так как мы издаем психологические книги, мы видим, что вот последние, ну, понятно, это началось, наверное, даже началось раньше, чем с короны, ну, потому что, в общем, мы все живем в такой агрессивной среде в виде большого, ну, как бы, не все, ну, большинство людей все равно, особенно, которые нас, наверное, смотрят, живут в агрессивной среде большого города. Это действительно агрессивная среда, она ничего хорошему человеку не дает. Плюс, значит, вот эти вот еще соцсети, интернеты, это все, значит, оно туда добавляет, и у человека не остается времени, собственно говоря, на себя. Поэтому вот хороший, потому что такое, вот, помимо того, что ограничить количество входящей информации, заняться любимым делом. И это не всегда работа, это именно какое-то хобби. Или работа может быть любимым делом? Ну, понимаете, тут тоже, тут есть такая опасность, то есть трудоголизм, это тоже очередной вид наркотика, на самом деле. И это как раз просто способ закрыть себя от внешнего мира. Ну, в общем-то, да, то есть помимо работы, все-таки должен быть, то есть недаром есть русская, не знаю, всегда путаю, что пословица, что поговорка, значит, делу время, потехи час. Вот не надо забывать про потеху. И про этот час. И про этот час. Понятно, что это не должно быть там 90% вашего времени, опять же-таки, делу время, потехи час. Вот, но кто любит читать книги, как я, могут читать книги, причем желательно на какие-нибудь отвлеченные темы, но можно художку тоже почитать, она вообще прям прекрасна. Ну, фильмы посмотреть, в конце концов, много кто любит этим заниматься. Рыбы пойти половить. Вообще созерцательно. Кто-то спортом занимается. Кто-то спортом, да. Йога очень хорошо, кстати, помогает, потому что это все-таки такой синтез и физических упражнений, и умственных, на самом деле, потому что там очень много про всякие дыхательные практики, про медитации. Самое главное, туда далеко тоже не уйти, а то не вернешься. А как вот преодолеть вот этот вот, сейчас модно говорить, такой термин, как испанский стыд, что когда кому-то плохо, имею ли я право вообще себе доставлять удовольствие? Вот на что здесь опереться? Понимаете, как? Это такой очень интересная такая вот история, да, когда вот ты говоришь, что мне за кого-то стыдно. Ты при этом испытываешь удовольствие от того, что ты такой хороший. Мне кажется, это очень лицемерное чувство. Вот почему-то мне так кажется, что это, ну, такое лукавство с какой-то точки зрения. То есть это какое-то стремление, как это, приобщиться к чему-то большому? Ну вот, вот я не такой, как все, я лучше, чем все остальные, потому что мне вот стыдно за то, что происходит. Вот мне кажется, что это несколько такое изощренное лукавство под маской благодетельности. Ну, у меня такая же точка зрения, но здесь есть же вторая сторона, когда люди говорят, что мы сейчас не имеем права радоваться, мы сейчас не имеем права... Что они не радуются. Ну, я вот... Ну, мне кажется, это опять же-таки очередное лукавство. Ну, то есть вот ты... Нет, я подозреваю, что, наверное, есть категория людей, которые действительно способны принять чужую боль очень близко к сердцу. Вот. Но мне кажется, это опять несколько манипулятивно. Мне кажется, что люди, ну, они не настолько хороши, не настолько плохи, как вот хочется о них думать. То есть, Валя, опять мы приходим к балансу, что нет четко белого и нет четко черного. Нет вот этой вот самой правды. Вот правды. Нет, потому что у меня одна правда, у тебя другая правда, а у кого-то еще вообще на третья. И еще вот мы вот этой правдой все время друг другу в нос тычем. Она у каждого своя. Я вчера разговаривала вот с одним прекрасным человеком, Валерия Терентьева, ты ее знаешь. Она прекрасна. Валерия прекрасна. В том числе, да, занимается психологией. Она сказала, что те люди, которые умеют в любой ситуации проявлять заботу, и делать добро другим, не замеряя, да, вот что я этим делаю, тем не делаю. Они всегда будут счастливы, и они никогда не останутся одиноки. Разделяешь ли ты это? Абсолютно я это разделяю. Я вообще считаю, что добро на показ, это очень, ну, такое, как бы, ну, такое, как испанский стык. Ну, вот да, это что-то такое, опять же-таки, ужасно лицемерное. А потом самое, вот самое интересное, это когда ты считаешь, что ты что-то вот сейчас хорошее сделал, и тебе этот человек теперь должен. Вот это вот, мне кажется, совсем, во-первых, он тебе не должен, ты сам решил это сделать. Да, даже если тебя, в принципе, попросили об этом, ты принял решение, что ты это хочешь сделать, или не хочешь, потому что ты же имеешь право отказаться. всегда. Вот, ну, раз уж ты сделал это, ну, это твое решение. Ну, и это никто, ничего, теперь тебе не должен за это. Как бы, на самом деле. Другое дело, что такой же порядочный, хороший человек, которому что-то сделали хорошее, он будет действительно считать, что он обязан. Это даже в нашей книге Челдини написано, психология влияния. Значит, этим пользуются там разные компании, и так далее, что когда тебе дают какую-то малость, ну, например, пробничек, что-нибудь такое, да, то есть вот, это в торговле очень часто при нем применяется, то человек психологически, подсознательно чувствует, что он уже чем-то обязан. И что ты должен купить. Да. Это реально работает. Это реально вот психологическая, такая вот, манипулятивная техника. Чудная книжка «Психология влияния». Мы ее продаем, не знаю, мы ее задаем, наверное, последние 20 лет. Это такая настольная книжка, абсолютно для всех подходит. Вот, можно ее применять сразу, как любой инструмент. Ты же не будешь говорить, книжка «Хороший» или, ну, в смысле, там, молоток, «Хороший» или «Плохой». Ань, в нашей редакции по устойчивому развитию мы в том числе говорим про устойчивое развитие личности. И вот тот момент, который ты сейчас затронула, что действия каждого, это его личная ответственность, это тоже большая часть вот целостной такой личности. Вот как научиться осознавать, что за все, что в твоей жизни происходит, и что ты делаешь, ответственность несешь только ты. Мне кажется, это все взаимосвязанные вещи. То есть, как только ты понимаешь, что есть вообще в этой жизни причинно-следственная связь, для этого надо, в общем, ну, вот раньше в школах изучали логику. Сейчас, к сожалению, ее не изучают, но на самом деле наука очень интересная, очень полезная, потому что любое, как бы, действие имеет последствия. и когда человек, мне кажется, вот это начинает осознавать, ну, есть, в общем, для этого много книг, опять же таки, математика очень способствует вот этому, логические задачи, на логику, да, они очень способствуют развитию вот этого вот понимания, что если А плюс Б будет равно, вот как бы, ну, как бы вот. И на этом все основывается, и мне кажется, что вот из этого вот понимания, ну, опять же таки, это вот, вот когда ты понимаешь, что одно тянет за собой другое, да, это с одной стороны, потом ты еще и благодарен миру, становишься, да, еще и саморазвиваешься в виде самодисциплины, то мне кажется, это все как-то вот так вот закручивается, заверчивается, но это непростой путь. Абсолютно непростой. Ну, вообще все, что вот в этой жизни хорошего, мне кажется, оно все как-то вот непросто. Это, знаете, это как вот вся вкусная еда, она вредная, да. А вот шпинат и что там еще? Который можно есть сколько угодно, но его не хочется. Ну, вот оно как-то не хочется, да, и так же вот со всеми вот историями, то есть очень легко и просто пойти за кем-то, да, не иметь своего мнения, потому что за тебя все решили, это же намного проще. Потом обвинить, что это, я не хотел это, вот они же все вот за меня решили, при этом так мы не считаем, да, то есть я вроде как вот, ну это же все было правильно, а потом выказалось, что это неправильно, но я тут ни при чем. С чего тогда, может быть, ну не то что начать, а вот какие-то привычки ежедневные в себе выработать, чтобы все-таки свою личность делать устойчивой и защищенной, защищенной, не такой хрупкой. Мне кажется, надо вообще всегда все начинается с маленьких шагов. Не надо есть этого слона сразу, это не получится, надо ставить себе маленькие ежедневные цели и стараться их добиваться. Как это сделать, опять же, такие вещи, чудная фишка, я очень извиняюсь, значит, господи, забыла, как фамилия автора, называется «На атомные привычки». Шикарная книжка, он, собственно говоря, он вот как раз говорит, что вот из этих вот ежедневных, очень маленьких, почему он, он на самом деле в оригинале называется «Атомик Хэббитс», то есть атомные, атомные в смысле с точки, ну как атом, крохотные, да, вот с этих крохотных привычек начинается вот наша на самом деле большие дела. И мне кажется, вот эта вот осознанность и вся вот эта история, она приходит вместе, вот когда ты, ну, каким-то образом пытаешься упорядочить, спланировать свою жизнь, да, и двигаться к намеченной цели. Мне кажется, это очень важно. Как ты считаешь, не отвлекаясь на всякое разное? Цель надо пересматривать? Обязательно. В какой-то интервал времени? Конечно, потому что мир очень быстро меняется, и, в общем, и ты меняешься вместе с миром, и ты живешь, и не может быть там цель, ну как вот, смотри, цель у пятилетнего ребенка одна, у десятилетнего другая, у двадцатилетнего третья. И, ну, как, конечно, они пересматриваются, но очень многие коучи советуют, там, вот, в начале года написать планы на год, там, на какой-то еще. Оно, конечно, все, вот я, например, не делаю. Я вот честно сейчас признаюсь во все, так сказать, но у меня как-то они в голове с моей, как-то вот, формируются, да, я обязательно корректирую те цели. И у тебя есть такое, что прямо они кардинально начинают меняться от года в году? Или все-таки... Нет, ну, есть, наверное, какой-то общий литмотив, какое-то, да, направление, которым я стараюсь следовать, ну, на самом деле, да, оно тоже меняется, потому что в какой-то момент времени, там, я считала, что моя карьера, это вот вообще только и она, и больше ничего, в какой-то момент я поняла, что нет, моя семья, это тоже очень важно. И я не готова пожертвовать одним ради другого, но это, правда, в оба стороны работает, то есть я не готова ни карьеры пожертвовать ради семьи, но и семьей не готова ради, то есть это надо, опять же-таки, находить баланс. Вот, на самом деле, если ты примешь для себя, что вот, вот, нету ничего такого, вот, я говорю, белого или черного, или вот, там, хорошего и плохого, злого и доброго, вот все где-то, вот, оно посередине, мне кажется, когда ты усвоишь вот эту мысль, причем, не просто, что, потому что там какая-то Аня тебе это сказала, но ты вот поймешь это вот по жизни, то оно как-то станет легче. И вот последний вопрос, как ты думаешь, сейчас лучше оптимизм или такой информированный реализм? Ну, как я могу сказать, что, когда есть шутка, да, что пессимизм, это просто очень хорошо информированный оптимист. Ну, наверное, чрезмерный оптимизм, он тоже, ни к чему. Ну, он может просто взвести тоже несколько, ну, как бы, как говорится, чувствуешь, это, головогружение от успеха, да, оно как бы такое, баланс, баланс. не надо впадать в крайний пассимизм, не надо впадать в крайний оптимизм. Надо, да, где-то вот все-таки, наверное, информированный реализм, он, да, наше все. Наше все, да. Аня, спасибо тебе огромное, вам спасибо, что оставались с нами, и старайтесь сохранять баланс в любое время. Абсолютно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok